Трансплантация печени Трансплантские работники применяют междисциплинарный подход к лечению пациентов. Преимущество трансплантации печени состоит в том, что это лучший метод лечения гепатоцеллюлярной карциномы, и он имеет большое преимущество в восстановлении функций печени при удалении основного цирроза печени, особенно если требуется удаление опухоли в больших размерах. Развитие рецидива гепатоцеллюлярной карциномы после трансплантации печени зависит от следующих факторов. Концентрация иммунодепрессантов, ТНМ, стадии опухоли ТНМ, классификация узлов и метастазов, трансплантации печени от живого донора, гистологии опухолей, тромбов опухолеворотной вены, сосудистой инвазии и предтрансплантационного FFP, альфа-фетопротеина. После трансплантации печени рак печени рецидивирует у 50-60% пациентов в течение двух лет. Большинство рецидивов рака печени после трансплантации развиваются вне печени, но также возникают одновременно рецидивы как внутрепечёночные, так и внепечёночные. В 1996 году были предложены миланские критерии для трансплантации печени гепатоцеллюлярной карциномы. Если посмотреть на выживаемость пациентов без признаков заболеваний, в нашей больнице при использовании миланских критериев пациенты в рамках миланских критериев имеют очень хорошие показатели с пятилетней выживаемостью 95%. Показатель по критериям Калифорнийского университета в Сан-Франциско также очень высокий – около 90%. Система BCLC Staging предлагает химиоэмболизацию с целью палеоативного лечения пациентов с промежуточной стадией. На основании данных радиологии и патологии пациенты с промежуточной стадией после трансплантации печени показали очень хорошие результаты с пятилетней выживаемостью, близкой к 80%. Когда трансплантация печени выполнялась по миланской шкале, многие пациенты не могли получить трансплантацию и умирали. Даже когда трансплантация печени проводится пациентом вне миланской шкалы, результаты при этом тоже отличные. В случае DDLT – трансплантация печени от умершего донора, мы пытаемся попробовать трансплантацию печени, применяя очень расширенный стандарт. В Азии LDLT – трансплантация от живого донора применяется чаще, чем DDLT. В медицинском центре «Самсунг» при размере опухоли не более 6 см и количестве опухоли не более 7, при показателе альфа-фитопротеина ниже 1000, пятилетняя выживаемость без признаков заболевания составляет 84%, что свидетельствует об очень хороших результатах. Сосудистая инвазия, стадия и сателитоз являются наиболее важными критериями для прогноза после трансплантации печени. Но до трансплантации трудно точно определить их, поэтому в качестве критериев выбора трансплантата печени мы учитываем размер опухоли, количество опухолей и показатель АФП. Во Франции модель АФП использовалась для определения группы высокого риска, но сообщается, что независимо от того, соответствует ли состояние миланским критериям или нет, если АФП выше 1000, прогноз считается неблагоприятным. Даже когда эти модели АФП применяются итальянской группой, также видно, что оценка АФП является важным фактором при отборе пациентов за пределами Милана. Эта модель была повторно применена в азиатской группе. Наша больница сообщила, что модель АФП была очень значимой, даже если она соответствовала миланским критериям или нет. При использовании модели АФП, определив группу высокого и низкого риска, мы смогли дать благоприятный прогноз при трансплантации печени. Недавно наша больница и больница Сеульского национального университета одновременно собрали данные и разработали шкалу Морал с использованием пивка Ту и АФП. Сообщалось, что у людей с низким показателем Морал у молодых пациентов из Милана был хороший прогноз после трансплантации печени. Но существует большая разница между западным и восточными странами. Западные страны в основном проводят DDLT. Лист ожидания и распределение при этом имеют очень важное значение. Поэтому для оценки и трансплантации пациентов применяются миланские критерии. Чаще трансплантация печени выполняется в начале лечения. Поскольку миланские критерии являются принципом распределения, лечение должно быть направлено на снижение стадии заболевания. Однако в Азии LDLT проводится в большей степени, чем DDLT. И здесь очень важно, есть ли живой донор. Поскольку операция проводится от живого донора, пациентам с гепатоцеллюлярной карциномой, получающим трансплантацию, применяются расширенные показания. В первую очередь проводится местное регионарное лечение, а затем трансплантация. Тем не менее, самая важная цель, независимо от того, где, на западе или на востоке, это стремление повысить выживаемость пациентов. Существует большая разница между гипотологами и хирургами. С точки зрения гипотолога, DDLT – хороший способ лечения. Однако, я думаю, что при LDLT имеется ряд ограничений, связанных с проблемой выбора живого донора. После LDLT наблюдается высокая смертность и заболеваемость, поэтому мы рекомендуем резекцию или местную регионарную терапию. Недостатком этого выбора является то, что пациент не может получить трансплантант печени в нужное время. Пациент вынужден ждать, что может привести к летальному исходу. С другой стороны, хирурги считают трансплантацию печени наиболее важным методом лечения и стараются проводить ее как можно быстрее. Однако, после LDLT, учитывая качество жизни пациентов из-за рецидива рака и этические вопросы, касающиеся живого донора, прогноз по развитию рецидива после трансплантации печени также неблагоприятный. Из-за этой проблемы вопрос о том, стоит ли все-таки проводить LDLT на ранних стадиях лечения, остается этической проблемой. Недавно в медицинском центре Samsung было обнаружено, что пациенты с лучшим ответом на лечение при лечении до трансплантации печени имеют лучший прогноз после трансплантации печени. Это является более значимым показателем, чем размер и количество опухолей. Благодаря TACE, трансартериальная химоэмболизация, пятилетняя выживаемость пациентов CR и PR без признаков болезни составляет 80%, что свидетельствует об очень хороших показателях. Поэтому наша больница изучает реакцию на лечение перед трансплантацией печени, после чего принимает решение о целесообразности трансплантации. Пациентам с ГЦК в поздней стадии рекомендуется сарафини, но лечение в конечном итоге носит палеоциативный характер. В Корее около 60% с нелеченным раком печени, особенно пациенты с PVTT, тромб опухолеворотной вены, показывают очень низкие результаты со средней общей выживаемостью в среднем 3 месяца при отсутствии лечения. Средняя выживаемость пациентов с PVTT составляет 2-4 месяца. Прогноз в данном случае очень неблагоприятный. Причина плохого прогноза у пациентов с PVTT заключается в том, что давление воротной вены повышается, а кровотечение из варикозных расширений вен и кровоток воротной вены снижается. Прогноз неблагоприятный из-за дисфункции печени, желтухи, асцита и печеночной комы. Следовательно, трансплантация печени неприменима к пациентам с ГЦК и PVTT. В Корее было проведено полное многоцентровое исследование под моим руководством, и средняя выживаемость без признаков заболевания после трансплантации печени по поводу гепатоцеллюлярной карциномы составила 10,8 месяцев. Однако выживаемость пациентов составила 20 месяцев, что показало лучшие результаты, чем при других методах лечения. По данным медицинского центра Samsung, двухлетняя выживаемость пациентов с PVTT после лучевой терапии, пройденной перед трансплантацией, в результате которой снизилась стадийность, и последующего выполнения LDLT составила 80%, что превосходит эффективность других методов лечения. Пациентам с поздней стадией PVTT применяется несколько видов лечения. Сарафинип, ТЕЙС, лучевая терапия, ТЕР, Сарафинип плюс облучение, но средняя общая выживаемость не превышает одного года. Когда выполняется трансплантация печени для PVTT, особенно если при трансплантации проводится лечение, снижающее стадийность, такое как облучение, результаты очень хорошие, поэтому этих пациентов можно выборочно рассматривать как кандидатов для трансплантации печени. Перед трансплантацией печени разрабатывается несколько моделей рецидива ГЦК. Будь то модель до трансплантации или модель с использованием посттрансплантационных факторов, между отдельными пациентами и группами существуют различия, поэтому разработать точную модель непросто, поскольку по-прежнему сложно определить, точный прогноз, необходимо учитывать ряд факторов и создавать прогностическую модель. Стандарт, использующий миланскую шкалу, очень строг, поэтому есть некоторые пациенты, которым сделана трансплантация печени с показателями, выходящими за рамки миланской шкалы, и дается четкий благоприятный прогноз. Кроме того, в последнее время мы разрабатываем различные модели с использованием опухолевых маркеров APF и PIVK2, и я считаю, что при трансплантации печени у пациентов с хорошим ответом на лечение, даже с большим размером опухоли и наличием PVTT, ожидаются очень хорошие результаты. Однако, в конечном итоге считается, что индивидуальный подход с использованием генетического фактора пациента может повлиять на критерии трансплантации под печенью пациента. Далее я расскажу вам о программах трансплантации печени в Корее и в нашей больнице. В Корее тоже много пациентов, ожидающих трансплантацию печени. Однако, число смертей мозга составляет около 500 в год, а фактическое количество трансплантации печени составляет около 1500. Глядя на данные за 2019 год, DDLT составлял 390 случаев, а LDLT – 1100 случаев. Количество DDLT составляло лишь около 25% от общего количества. Если посмотреть на количество трансплантации печени в нашей больнице, с момента первой трансплантации печени в 1996 году, было выполнено около 150 операций в год. Особо следует отметить, что в данных нашей больницы пациенты с ГЦК, которым была проведена трансплантация печени, составляют 50% от общего числа трансплантаций печени. Если посмотреть на время проведения операции DDLT в нашей больнице, то до 2000 года оно составляло 10-12 часов, после 2010 года сократилось до 8 часов. В 2018 и 2019 годах среднее время операции составляло 4 часа, что очень безопасно и быстро. В случае LDLT время операции для донора составляло около 6 часов, но после 2010 года оно занимало около 4,5 часов. В случае рецепиента она тоже постепенно уменьшалась, и в 2016 году операция была завершена примерно через 6,5 часов. Если посмотреть на показатель успешности хирургического вмешательства, то в 2008 году успешность трансплантации печени уже составляла 97-98%. Операции проводились без риска для пациентов. Последнее время, когда выполняется LDLT с ГЦК, операция проходит безопасно, без смертельного исхода. Главное в нашей больнице это то, что при гепатоцеллюлярной карциноме, особенно при опухлях печени, проводится около 70% лапароскопических операций. Благодаря накопленному опыту лапароскопические операции выполняются донором печени с 2013 года. Впервые в 2017 году более 50% операций было выполнено лапароскопически. В 2020 году все 119 доноров печени перенесли лапароскопическую операцию. А если посмотреть на эффективность трансплантации печени в медицинском центре Samsung, то 5-летняя выживаемость взрослых и детей показывает удивительные результаты. 84% для взрослых и 95% для детей. А также около 90% с 5-летней выживаемостью для пациентов, не страдающих раком печени, что является высоким показателем. С 2016 года выживаемость пациентов повысилась, так что трехлетняя выживаемость для LDLT составляет 95,3%. Но трехлетняя выживаемость для DDLT составляет 80%. А причина снижения показателей DDLT заключается в том, что шкала M и LD пациентов, получивших DDLT в Корее, составляет практически 40. Так как перед операцией пациенты находятся уже в плохом состоянии, не могут восстановиться после трансплантации и умирают, поэтому трехлетняя выживаемость пациентов остается в диапазоне 80. Особенно сложно найти подходящего донора печени при проведении LDLT. Поэтому мы подготовились к трансплантации печени, несовместимой по группе крови. Основным недостатком трансплантации печени, несовместимость ABO, является то, что может развиться опосредованное антителами отторжение, некроз печени или повреждение внутрепеченочного желчного протока, которое может привести к отторжению трансплантата и смертельному исходу. В частности, вся пересаженная таким образом печень подвергается некрозу или повреждается желчный проток, в результате чего пациент умирает. Медицинский центр Samsung проводит трансплантацию печени, несовместимую по группе крови, начиная с 2010 года. С тех пор она постепенно расширяет возможности живых доноров, поэтому с 2019 по 2020 год 20-30% всех LDLT проходят трансплантацию печени, несовместимую с ABO. Если посмотреть на результат пятилетней выживаемости этих пациентов, то несовместимые по группе крови трансплантации составляют 81,6%, а совместимые — 80,4%, не показывая существенной разницы. За мои достижения и результаты при проведении несовместимых по группе крови LDLT, которые я начал проводить в 2014 году, руководствуясь журналом гипотологии, я получил призвание в нескольких международных журналах. Обычно пациенты после трансплантации печени восстанавливаются около года. Однако некоторые пациенты ввиду различных осложнений или саркопении не могут полностью восстановиться и умирают. Наш медицинский центр разработал специальные программы по правильному питанию и реабилитации, которые помогают пациентам быстрее выздоравливать и возвращаться к нормальной социальной жизни. Уровень выживаемости пациентов при этом соответственно увеличивается. Спасибо за ваше внимание.